Привет, друзья! Хотелось бы сказать немного слов. Я поддерживаю Регину. Она не сказала ничего того, за что стоило бы обрушивать на нее такой шквал негатива. На самом деле существует даже наука виктимология о поведении жертвы. Говорится, что любая жертва найдет своего тирана. И если бы у человека не было бы виктимного поведения, он бы никогда бы жертвой не стал. Это так и есть. Это так и есть. Человек сам провоцирует к себе такое отношение. И сегодня мы обсудили эту тему с моим знакомым Костиком. И он меня навел, кстати, на эту мысль. Я не углублялась изначально в историю с Региной. Но то, что сейчас обрушилось на нее, какая травля вообще последовала за ее словами... Господи, это же реально настолько... Это просто театр абсурда какой-то. Люди выступают против насилия, против буллинга, против тирании. Чем? Насилием. Сейчас травят Регину. То есть люди, которые борются с насилием, они сами путем насилия хотят с насилием бороться. Это, ну... Я не знаю. Это, ну... Это нормально, вы считаете? Я вообще вспомнила, что... Вы, может быть, смотрели тоже фильм Дудя про Беслан. И там показывали тоже жертв этого теракта. И один парень рассказал о том, что когда все закончилось, он был такой озлобленный на мир. И он жил с единственной мыслью, что когда он вырастет, он станет каким-нибудь там силовиком и будет бороться с террористами, он будет их убивать, он будет самым жестоким образом с ними расправляться. И потом так случилось, что один обеспеченный человек решил, ну, как-то морально немного реабилитировать этих детей, которые попали в эту ситуацию. И взял их там что-то типа круиза, я уже точно не помню, но он показал им другую жизнь. Они как, ну, как в летний лагерь съездили, где ни в чем они не нуждались. И этот человек проявлял к ним сочувствие, чуткость, внимание, показал им другую жизнь, что бывает счастливая жизнь. И вот этот парень, жертва которой, он сказал о том, что... Я раньше, ну, думал, что в мире есть только вот несправедливость, боль, а потом я понял, что равноценно такой же боли есть огромное счастье. И тогда я понял, что я не хочу, ну, бороться с террористами насилием, потому что я хотел со злом бороться злом. Но тогда я понял, что если бы так случилось, они бы победили. Я бы перешел на сторону зла, и это значит, что я сломался, и они добились своего. И я понял, что, ну, я никогда не буду творить зло, ну, я буду творить добро. Это, конечно, очень круто на самом деле. Кто еще не посмотрел этот фильм, посмотрите. И, знаете, как-то тяжело стало в последнее время не раздражаться, не реагировать на мир, потому что мне люди стали напоминать животных каких-то. Вот у нас импульс-реакция, импульс-реакция, и между импульсом и реакцией совершенно отсутствует критическое мышление кое-какое-то. У нас... мы не думаем, я не знаю, перестаньте быть толпой. Ну, как там говорят, да, что человек – это венец эволюции? Вот очень смешно, потому что мы очень часто ведем себя как животное. И вот это и грустно о том, что мы не развиваемся, мы деградируем, мы ведем себя как толпа. И в эту же копилку про то, что люди, которые тебя вчера превозносили, обожали, любили, восхищались тобой, на следующий день тебя затопчут, закидают камнями. Даже не потому, что они считают, что ты не права, а просто потому, что они пойдут за толпой. Просто за толпой, совершенно не включая мозги. И это грустно. И я вас призываю быть добрее. Если вы не хотите, чтобы в этом мире было насилие, перестаньте сами его проявлять, перестаньте сами быть злыми, перестаньте осуждать, перестаньте гнобить. И я хочу поддержать Регину. И я знаю, что есть еще люди, которые со мной согласны. И, господи, этот гламур тоже со своим этим, со своей премией, званием или что там это. Господи, это такая мелочь. Я на самом деле в очередной раз удивилась какому-то, я не знаю, как это даже назвать. В общем, вы меня поняли. И давайте не раздувать из мухи слона. И действительно, ссор из избы выносить действительно не нужно. Кого там, кто как избил. Люди... Короче, ладно. И давайте работать над собой, становиться лучше. И перестаньте сами творить зло. Просто перестаньте творить зло. И этого будет достаточно.